всем привет как вы знаете недавно я и купил себе новый принтер и очень долго думал где его распечатывать потому что он настолько здорово то что мастерской он и собирать там мало места неудобно да он там и не нужен был здесь у меня стоять на работе ну и решил я короче вот так вот это все обыграть и сейчас мы с вами вот здесь скроем соберем соответственно и будем пробовать печатать ну поехали на сейчас мы смотрим значит его составляющую и пробуем его собрать в этой части у нас будет только сборка а уже настройка и первая печать уже следующем ну что поехали на заднем плане трудится старенький работяга но пришлось пришло время обзавестись более новым и современным буду добавлять фотографии как что было упаковано потом когда все достану тогда уже переключимся на ближний ракурс вот так все упаковано жесткие углы ничего не помято есть мне одна только вмятинка на коробке вот в этом месте вот видать уронили чуть-чуть но посмотрим что куда к чему это могло привести раз лист два и вот он сам портал документы все приклеено инструкции смотрим дальше что у нас тут есть провод питания мешочек оригинальный мешочек провод для подключения к компьютеру запасные ролики запасное сопло запасной диод который подсвечивает нижнюю и трубочка термо ключик 10 на 8 флешка болтики но это для сборки так понимаю тоже не запасные и шлейф так смотрим дальше так это у нас получается с подшипниками все держатель катушки с филаментом и датчик который отвечает за остановку печати если заканчивается пластик с одной стороны мне кажется это очень удобно но посмотрим кстати можно сделать его еще и как фильтр для пластика чтобы чистился достаем потихонечку уплотнители всякие разные достаем портал вот такой здоровенный портал что у нас здесь на нем на нем у нас экструдер кстати очень классном силиконовом чехле диод для подсветки значит получается все подклеена здесь ремень снизу для оси x ремень сверху для оси y неправильно для оси z на поднятие который работает никаких лишних проводов так а вот сзади гаечки уже вложены в профиль для катушки с филаментом все здесь стянуто на стяжке прям сделано хорошо и нет никаких проводов к на старом не надо ничего упаковывать тут все на шлейфах так выбираем портал в сторону еще уплотнитель и внутри уже у нас нижняя часть наша книжняя часть нашего принтера у как упаковка просто огонь ничего вроде не повредилась так ну что достаем достаем основную платформу вот она она и смотрите все полностью у нее убрано все спрятано у него спрятано разъем под принтер экран разъем под юсб флешку площадь печати 30 на 30 и высота на 40 представляете куб какой большой можно напечатать дальше не отрывайте пока все не сделаете покажу забегая немножко вперед стол называется стеклянный стол с покрытием ультра база на которой не надо уже наносить никакие клеи ничего вот мы это проверим и я вам расскажу свое мнение и плюс самый главный это стол на 220 сразу соответственно в чем разница в чем плюс он нагревается намного быстрее и не нагружает блок питания соответственно то мы ждем минут 10-15 пока стол у нас для bs нагреется здесь две-три минуты максимум смотрите все спрятано все провода в силиконовый такой термо чехол кнопка включения сзади кнопка включения провод соответственно и посмотрите какие здесь концевички здесь уже совсем другое поколение так это шлифы с тобой ставится сюда ставится портал вот и в принципе смотрите все закрыто все убрано и в принципе это весь принтер а вся сборка это приключить 4 болта откусить стяжки выровнять стол и воткнуть разъемчики вот и все новая фирма на рынке называется она артиллери вот модель x1 есть у него еще второй принтер у этой фирмы два принтера всего лишь они вышли недавно на рынок вторая модель чуть чуть поменьше размером вот далее если немножко погуглить и узнать откуда идет эта фирма как мне написал еще и продавец это компания тева выпустила свою премиум линейку ну посмотрим как она реализовала все свои новые идеи в плане корпуса мне очень все нравится ну что давайте собирать 1 2 3 4 5 вот это весь принтер небольшая примерка отрываем шлейф и скотч чтобы шлейф у нас разъемчики были в доступе я предполагаю что мы наверное положим портал на бок и принтер тоже проверим сейчас подготовим все болты и сразу наживим их 4 одинаковых болта один запасной все плотненько переворачиваю в принципе я прикрутил больше тут я так понимаю делать нечего соединяю шлейфы так немножко темновато но все равно смотрите вот он вытащился мы его одели и чтобы не мешало все вот туда убрали в отверстие сейчас я попробую вам подсветить вот смотрите все и вот этот разъемчик все оставляем дальше и получается таких разъемчиков у нас раз два шлейф вот он сбоку вот он еще 1345 и шлейф основной на нем ну что собираем дальше шлейф вот так вот загнут сейчас мы убираем стяжки и вот сюда его просто втыкаем три стяжки три стяжки у нас подымем немножко голову кстати вот тут трубочку уже вставлена небольшая для направляющей очень удобно смотрите можно вот я два кручу двигателя можно крутить один из-за того что ты вверху имей один другом помогает идет очень легко так берем с вами шлейф и втыкаем все друзья тут мы все собрали теперь ставим крепление для филамента не знаю как лучше пропустить вот этот провод который сюда будет тыкаться чтобы не мешался катушки здесь он катушку может тереться наверное вот так под низом пропустим и вот сюда датчик вот ним так здесь край правая часть аккуратненько потому что здесь проводочек проходит чтобы его не передавить не пережать сильно сразу не затягивайте потому что бухты все разные и ширину надо будет поправлять не знаю что поставить наверное попробую у меня есть бухта на два с половиной килограмма очень большая два с половиной килограмма бухта от фирмы пт пласт такого конечно устройства я еще не видел интересненько мне нравилось когда снизу тянулся пластик здесь получается они хотят чтобы он шел сверху ну давайте попробуем так потому что они иначе не попадет в датчик но в принципе как и направляющие будет работать в принципе вроде интересненько так берет все классик взял в принципе в принципе все вот так вот вот так вот получается вот такой вот принтер я даже сейчас я вам померю какой он у нас по высоте получился а по высоте он получился метр вместе с бухтой даже чуть-чуть капельку прям побольше у метра будет читать обалдеть метр на 50 так 65 сейчас смотрим сколько вперед уходит ну при принципе практически так вот 65 сантиметров 65 на 55 вам надо чтобы у вас было место так ну что я планировал поставить там же где у меня и стоял зря я на бухту поставил переставим сейчас вот такой принтер у нас получился вот такая громадина по сравнению с этим просто велика ну все в следующем видео первый запуск настройка и первый запуск спасибо по за просмотр подписывайтесь на канал если вам интересно будут вопросы пишите а и и